Привет, ребята, на связи с вами Серега. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал МастерССС. Итак, сегодня мы с вами будем продолжать знакомиться с таблицами и научимся им задавать шапку, тело и подвальчик. Поэтому сейчас дуем в наш файл page2.html и здесь давайте первую строчку нашей таблицы, вот эту, разместим в специальном теге, который называется t-head. Вот так вот. То есть вот что в итоге у вас должно появиться. Тег t-head, а внутри него вот эта самая строка. Этот тег отвечает за то, что указывает где находится шапка таблицы, то есть наша как бы заголовочная информация, которая повещает из каких пунктов, например, состоит таблица. Следующий момент. Давайте остальные строчки нашей таблички мы разместим еще в одном теге, который называется t-body. t-body указывает на то, что внутри него находится уже тело нашей таблицы, то есть все остальные пункты, точнее строки. И теперь вот между этими двумя тегами давайте мы заведем еще один тег, который называется t-foot. Вот так вот. Это тег, которым размещается заключительная часть таблицы, подвал, как я ее называю. И внутри него давайте, например, мы сделаем следующее. То есть что я хочу? Я хочу разместить здесь еще две строки, то есть, например, 1 и 2. Здесь, например, будет находиться пункт и того, то есть здесь сколько всего зверей. Потом идет одна ячейка, которая объединяет сразу все 4 столбца и 2 строки. И в ней будет подсчет общего количества продолжительности жизни наших зверей. И дальше какая-то общая рекомендация. Давайте мы все это сделаем именно внутри тега t-foot. Итак, теперь заводим две строки. Так, вы просто пишите вручную, если не знаете, как работать с плагином Emmet. Дальше. Внутри первой строки давайте мы разместим ячейку первую th, в которой напишем и того, и того, двоеточие. И затем под вот этой самой ячейкой размещаем еще две ячейки td. Так вот. И первое. Мы подсчитываем количество лет, то есть 1 плюс 30 плюс 30, 61 плюс 5, 66 лет, да? Пишем 66 лет. Так вот. Дальше. Здесь получается общая рекомендация. Ну, давайте, знаете, как напишем? Избегать. И три восклицательных знака. То есть не стоит с этими зверьем этим связываться. Отлично. И в последней строчке мы разместим одну, всего лишь одну ячейку, в которой разместим количество зверей. Четыре зверя получается. Четыре зверя. А здесь давайте допишем. Общая продолжительность жизни. Вот так вот. 66 лет. Сохраняемся. Смотрим, что у нас в итоге получается. Так, видим. Вот такая таблица. Почему это все в конце появилось, я вам позже объясню. Сейчас давайте приведем к нормальному виду. Итак, наша общая продолжительность жизни мы должны растянуть на четыре колонки. То есть раз, два, три, четыре. И вниз на одну строку, да? То есть получается две строки. Поэтому здесь мы пишем первое. Атрибут roleSpan. Так, два. И атрибут callSpan. Четыре. Так, сохраняемся. Хотя нет, давайте тут еще допишем. RoleSpan тоже два. Сохраняемся. Обновляемся. И видим, что в итоге у нас получилась вот такая таблица. И вот теперь давайте я вам расскажу про сами эти три тега, которые мы только что ввели. Смотрите. Первый тег. Он указывает на то, что в нем шапка в таблице. И этот тег t-head, он может использоваться только один, единственный раз на всю таблицу. Если вы его используете, он может встречаться только один раз. Следующий тег это t-foot. Тоже, как и тег t-head, он должен использоваться всего лишь один раз. И он указывает, что в нем находится подвал нашей странички. Причем, обратите внимание, независимо от того, где бы мы разместили эти теги, тег t-head всегда будет отображаться самым первым в нашей таблице. А вот строки внутри t-foot будут отображаться самыми последними. Но правильный вывод идет именно так. Сначала мы указываем шапку, затем указываем подвал, и только после этого мы указываем тело. И смотрите еще один момент. Если шапку и подвал мы можем указать один раз, то тег t-body мы можем использовать много раз на нашей таблице. И даже вот хоть каждую строчку отдельно оформляйте в его, все равно это будет как бы правильно. Но, конечно, лучше не выпендриваться, а сделать все, так скажем, по-человечески. И поэтому вот такая вот структура получается в итоге. Но, друзья, учтите, что изначально эти теги, они как бы не видны на нашем сайте. Они имеют больше, так сказать, семантическое действие, чтобы показать поисковику, где у нас шапка, где тело, где подвал. Однако эти теги очень классно помогают оформить таблицу через стили. И давайте поэтому сейчас мы с вами попробуем это сделать. Так, поэтому следующий тег, который мы изучим, называется style. Он очень простой. Внутри этого тега мы можем прописывать стили. Так как CSS вы еще не знаете, то просто все повторяйте за мной. Но для начала давайте мы уберем из нашей таблицы вот эти три атрибута, которые уже морально устарели. И их уже использовать как бы считается непрофессиональным. Итак, сохраняемся, обновляемся. В итоге получаем вот такую таблицу. Теперь давайте для наших ячеек. Это ячейки, получается, th, запятая. И ячейки td. Давайте для наших ячеек мы зададим границу. Так, поэтому пишем border, ширина 1 пиксель, тип solid, сплошная. И решетка ccc, это цвет. Обратите внимание, что это английские буквы, то есть нельзя использовать русские. Сохранимся, обновимся. В итоге получаем вот такую таблицу. Смотрится не очень, но мы сейчас это тоже исправим. Итак, чтобы у нас не было зазоров между вот этими границами, для самого тега table, то есть для нашей общей таблички, мы должны прописать следующий класс. Border collapse, давайте вот так вот я напишу. И значение у него должно быть collapse. Сохраняемся, обновляемся. В итоге видим вот что получается. И теперь давайте мы здесь зададим еще внутренние поля, чтобы наш текст не прилипал к самому краю ячеек. 5 пикселей сверху и снизу, и по бокам по 10 пикселей. Будет отлично смотреться. Видите, да? Вот какая стала наша табличка. Что ж, замечательно. И вот теперь давайте попробуем поменять, например, у нашей шапки и подвала, background, то есть задний фон. Поэтому сейчас смотрите, так как у нас здесь есть тег t-head, мы можем просто в стилях написать t-head и задать, например, background, давайте, e-e-e, вот так вот. Дальше у нас идет тег t-foot, давайте мы его тоже напишем, селектор тега t-foot. И опять-таки background давайте зададим, решетка, e-e-e, точка запятой. Нет, давайте тут, знаете, желтенький какой-нибудь зададим. Вот так вот, и где-то, ну вот, чтобы такой цвет, в принципе, я думаю, нормально будет смотреться. Отлично. Сохраняемся, обновляемся, и в итоге мы видим перед своими глазами вот такую табличку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова